Так, друзья, продолжаем. Был вылет, к сожалению. На Windows 10 игрушка вылетает. Это печально. Меня ждет куча работы. Но я рад вернуться домой. Работа? У меня в твоем возрасте были совсем... другие интересы. Сальва. Ну и ну. Странно, что ты хоть что-то успевал. И мама удивлялась. Приятно было поговорить с тобой, Беофенди. Надеюсь, ты не соскучишься в нашем городе? Я надеюсь. Сударыня, позволите? Грация, юноша. Ты ученый, джентльмен. Ты полон сюрпризов. Да ладно тебе. Эксик, ол майн. Если легенды не лгут, с тобой-то я и ждал встречи, почтенный мастер-наставник. Эцио аудиторре де ла-ла-ла. Прего? Извини. Я так и не запомнил эту итальянскую билиберду. Да, Ференция. Город, где я родился. А, да. Значит, по вашему обычаю, я зовусь Юсуф Тазимда Истанбул. Неплохо. Стамбул? Еще одно название города? Эбит. И самое расхожее. Идем, наставник до Ференции. Я покажу тебе город. Так, Золотой Рог. Вот где мы с вами и оказались. Почитаем. Золотой Рог, или по-турецки халик, что означает русло, это дельта в пролиле Босфор, разделяющая Константиллонополь на южный и север. Вследствие своей ширины и глубины Золотой Рог служил естественной бухтой еще со времен древней Бизантии. В 1502 году, когда вражда между атаманами и Венецией прекратилась, султан Боязид II пригласил знаменитого флорентица Леонардо да Винчи с тем, чтобы тот спроектировал мост через Золотой Рог в месте, где ширина пролива составляла 250 метров. Оценив предложенный Леонардо проект, султан счел его слишком амбициозным и забраковал. Четыре года спустя Боязид обратился с тем же предложением к молодому Микеланджело. Тот, однако, будучи непримиримым соперником Леонардо, сразу же отказался, очевидно оскорбленный тем, что первое предложение было сделано не ему. Стрим мне хочет выдавать 60 фпс качественных игр. Нет, стрим в 30 фпс, друзья, идет, 60 фпс, только в записи. Так, ну что же, интересно, давайте походим, посмотрим, прежде чем мы начнем задание. Это у нас Юсуф Тазим. Довольно-таки интересный персонаж. В обычных учебниках истории про него не пишут. И уверен, он был в этом только рад. Юсуф Тазим был турком и родился в Бурсе где-то в 1467 году. Однако, с 8 лет рос под присмотром своей матери в Константинополе. Его отец был ассасином, и, вероятно, поэтому Юсуф тоже им стал. О том, что случилось с отцом Тазима, никаких сведений нет. Его убили, он выбросил сына и жену, можно лишь гадать. Когда ему было 17, Юсуф был известным в городе Смутьяном и мелким вором. Однако, все поменялось после встречи с легендарным визером Иссак Паши. Иссак тоже был ассасином, работал в высокой порте прямо под носом и поэзида 2-го. Именно Иссак избавил империю от Влада Цепиша и позже нарушил хлипкое перемирие между усманами и ассасинами. А в конце 1480-х занимался набором свой орден горожан самых широких взглядов. Юсуф был сражен харизмой и простой маневр руководства Иссака и присоединился к ассасинам еще до достижения 20 лет. После этого взлет Юсуфа был уверенным и быстрым. Уже к 1500 году он уже был известен в Европе. В 1502 году Юсуф встретился с группой венецких ассасинов в Греции. Сообщая, они пытались найти способ повлиять на турецко-менецианскую войну и ввести стороны к миру. Похоже, эти усилия оказались не напрасны, так как в 1503 году сражения прекратились и на запад и урбежа Османской империи во царице мира. Вероятно, успокоенный успехом и ассасинов в сохранении мира султан Боязид в последнее десятилетие правления практически отошел от политических дел, предпочитая им мистические тексты и алканические эксперименты. Это полностью устраивало ассасинов, потому что худой мир был куда лучше бесконечно войны и дерзкие испансии. Однако, после землетрясения в 1509 году над Константинополем нависла новая угроза Томплиеры, которые сражались под старыми византийскими знаменами. После многих лет относительно спокойствия Иисус вновь поднял ассасинов на долгую и тяжелую. Ну что же, вот такой вот он. Если станет хуже, интересный персонаж. Так, прежде чем мы пойдем вперед, давайте покрутим, что у нас здесь. Побегаем по кораблю, посмотрим, довольно-таки все интересно. Забегать далеко вперед не будем, я никуда не спешу. Да, корабли стали, конечно же, если помните, бразовки такие были там, да, и какие они здесь. Так, орлиное зрение включается, кстати, здесь по-другому, на РС, да, есть ли какие-нибудь интересные штучки. Может быть, наверх можно забраться, поглядеть. Ладно, поглядим. Вот такие мы управленцы, да, корабля. Ударить фулаком, толкнуть быстрый шаг. Нет, кораблем управлять нельзя. Так, посмотрим, что здесь есть еще. Вот, обязательно все секретики мы посмотрим, но побольше. Не, вроде ничего нет. Смотрите, как Этсо аудитору постарел. Совсем не выглядит так, как Бассача с Критва и Бразовку, совсем другое. Ну да ладно. Не суть. В общем, да, пока нам нужно действовать вперед. Поглядим на карту. Что нам показывает карта? Мы в Константинополе. Да, Константинополь. Ну смотрите, много всего. Конечно же, здесь у нас точка обзора. Штаб ассасинов. Еще одна точка обзора. Врачи. Так, это у нас что? Точка обзора. Здесь корабли шикарнее выглядят. Да, на данный момент, конечно же, круто. База цыганок. Ладно, с этим попозже совсем разберемся. Давайте поддем на сюжет. На ящера похож. Так, нажмите Б, чтобы поговорить. Так, теплый прием. Мастер ассасин Юсуф Тазим теплый встретил вас по прибытии в Константинополе и хочет показать вам город. Познакомьтесь с ним, получше осмотрите город. Не отходите далеко от Юсуфа. Это район Галата. Много веков он был пристанищем всякого сброда со всего света. Более разношерстного района в городе не найти, поэтому ассасины обосновались именно здесь. Хотелось бы взглянуть. Кесенликля? Братство будет счастливо видеть того, кто покончил с самими порчей. Так, быстрый штак, удержу тебя, приходи. Что, уже весь город знает, что я здесь? Ну, ваша война с тамплиерами не осталась, не замечена. Поначалу я вообще не помышлял о насилии. Я искал мудрости и знания из библиотеки Альтаира. Не предполагаешь, что на 300 лет как закрыта? Нет, такое я предвидел. Но не ожидал, что ее охраняют тамплиеры. неудачно, неудачно, А пять лет назад у них тут почти не было влияния. Так, жалкая кучка с мечтами о реставрации византийского трона. Но с каждым днем их становится все больше. Время султана-поязида уже на исходе. Они точно что-то устроили. А что, у султана нет наследника? Не один, целых два сына. Я не терпеть друг друга не мог. Все как водится. Стоит султану кашлянуть, ха-ха-ха. Принцы тут же хватаются за саблю. Так, ну вот эта фишка мне нравится. Автоматическая ходьба, подходим к персонажу, нажимаем кнопку и они автоматически идут вместе. Вот такого тоже не было раньше. Это новая фишка в игре. Тамплиеры и атаманы, наверное, не дают вам скучать. Нет, сэр, мне даже некогда почистить саблю. Так, вот так вот убейте нападающих. Быстро! Так, а как с нагибием? У тебя занятная техника. На, держи. О, смотрите, я у него оружие отобрал. Ого, интересно. Так, не, выкинем эту палку. Эдсун, гляди, подкрепление. Нет, нет, гляди. Византия мертва, как и ты. Весь город вышел встречать тебя, Эдсун. Сперва регенты, теперь крест. Атаманские солдаты люто ненавидят византийцев. И тебе-то помогает продохнуть. Серьезно? Ну, вроде бы. Тебя убьют, если ты косо взглянешь на них, но потом будут жили. Как мило. Да нет, все не так плохо. Впервые за долгое время ассасины стали силой в городе. Раньше было не так. При византийском императоре за нами охотились и убивали на месте. Удерживайте А, что-то я удерживал, он не ворует. Странно, ну да ладно, разберемся позже. Ну, как видим, да, здесь охрана с византийцами вови. Да, что-то происходит. Почти пришли. Далеко идем, интересно. Кстати, нам дали парашют, возможно, будем очень часто летать. Довольно вижу, низкие башни находятся вокруг. Да, прикольно. Смотрите, как выглядит лесу. Довольно интересная одежка такая, да? Броня у него. Сюда, так. Ну, вот это мне нравится, автоматический ход. Да, вот это прикольно, удобно сделать. Так, 100% синхронизация с достигнем. Войдите в штаб ассасинов. Здесь у нас контрольная точка. Так, а куда мы, интересно, пришли? Давайте взглянем на карту. Галатская башня. Да, вот про эту башню я заметил наверху. Да, Костянчик, режиссура. Галатская башня, построенная в генузеенскими поселенцами в 1348 году как продолжение колонии на северном берегу города, стала ключевым компонентом крупного оборонительного сооружения, большая часть которого была разобрана на владычество атаманов. В 17 веке Галатская башня предположительно была использована в качестве стартовой точки для первого свободного полета человека в воздухе. Согласно показаниям пространствующего историка, некий человек по имени Кезарфан Ахмед Чилиби в один прекрасный день в 1632 году привязал к себе к самодельному паланге от лайнеру и спрыгнул с карниза башни. Утверждает этот единственный свидетель, Керзафин перелетел через пролив Босфор и благополучно приземлился на берегу азиатского комплимента. Пораженный предположительно сверхъестественной невозможностью воздухоплавателя, султан Мурат наградил его мешком золота, после чего в 16 веке атаманы стали использовать башню для раннего нарушения пожаров в чертах города и на его окраине. В конце 20 века башня окончательно утратила какое-либо практическое знание и сейчас на ее вершине располагается ночной клуб. Поужинать, выпить и потанцевать высоко над городом вот что сейчас привлекает в Галатскую башню туристов. Определенно, в средние века башня служила более высокой целью. Как вы считаете? Ну что же, как мы считаем? Так. Ну давайте продолжим, посмотрим, что у нас я так понимаю мы пришли скорее всего к ассасинам, да? Да, смотрите где мы. Да, далеко мы отошли. Хочется мне все побегать, пообследовать, но я думаю давайте двинем дальше по сюжету, а там потом побегаем уже один день. Так, нам нужно зайти к ассасинам. Это у нас скорее всего здесь что-то спрасно, что-то. наставник, поприветствуй свою семью. Салюты, або я сасинь. Отрадно встретить столько друзей вдали от дома. Видите, братья, наставник даже не стесняется быть сентиментальным. Не бойся, у меня это не войдет в привычку. По пути сюда на нас социо напали. Я хочу, чтобы вы прочесали весь район. Хэбэн! Да, Эццо, твое оружие и доспехи в плачевном состоянии. Раздобудь деньжат и подлатай все на что хватит. Тут поблизости есть кузнец, он свой. Буны, да. Так, исследовать и улучшить снаряжение Эццо находится не в лучшем состоянии. Обойдите квартал Гават и обновите его экипировку. Вот, вот этим мы сейчас будем заниматься. Юсуф это у нас предводитель, да, ассасинов? Так, покиньте штаб ассасинов. Да, вот он, это наш новый штаб, так сказать. Да, давайте посмотрим, что здесь есть. Сундук в городе можно найти сундуки, обчищайте их, чтобы не пить деньги. Так, ну, с этим, конечно, мы знакомы. Так, есть ли какие-то интересные вещи? Тайнички, книжечки. Так, карманные кражи тоже, в принципе, понятно. Управление полностью изменилось по сравнению с 5 же ассасинским 2 ревелэшом. Маленько поменяли. Кнопки, наверное, три. Вот, ну, метать ножи, разговаривать, бегать, усмывать. С возвращением, наставник. С возвращением, да. И тебе привет. Так, ну, в принципе, особо пока ничего нету, я так понимаю, все пусту, да? Да, ну, смотрите, я еще хочу побегать, посмотреть, что у нас и как. всегда честь, наставник. Всегда честь, наставник. Да, база ассасинов. Ну, прикольно сделано так. Мое почтение, наставник. Да, по-любому здесь, скорее всего, нужно будет тренировать. Да, это комната, где у нас есть. Юсуф. Юсуф, да. Рада служить, А, вот у нас комната с мечами, ну, и прочими вещами. Да, так. Мир вам, наставник. Смотрите, сразу же нож такой, да? То есть нож, меч, конечно. точно. Неплохо. Так, продолжаем. Что еще интересного есть? О, смотрите, какое помещение. Так. Водиться кругом. Да, неплохо отстроили, неплохо. Благерь, два ассасинов, десятый, прочая тема. Ну, ладно, убегаем. А, ну, давайте еще направо сейчас. Я думаю, скорее всего, тут будут задания. Так. Всегда честь, наставник. Всегда честь, да. Перевод довольно-таки интересный. Ну, для чемпиона, конечно, грахела. Так, сундучки, друзья, давайте обычно. Нужно будет корпус с запалом, покупать карты, покупать разные вещи. С бомбами нужно будет обязательно разобраться. Новая фишка в игре. Я вообще не знаю, что такое, но разберемся. Так, тут у нас что-то висит. Можно ли как-то к этому почитать, присоединиться? Нет, ничего нельзя. Вот это вот, мне интересно, что за шкаф. Ну, ладно, все потом, видать, начало игры, поэтому все закрыто. Ладненько, убегаем. Да, Эдсоу постарел. Постарел. Но я думаю, от этого он не менее, конечно же, хуже не стал. Так, купите новые доспехи, друзья, наша задача. Заработать здесь достаточно денег на покупку новых доспехов. Так, а как заработать денежки? А, обкрадывать, да? Скорее всего, да. Но прежде чем мы этим займемся, друзья, я бы хотел все-таки открыть пару... А, мне в любом случае пока на цель, да? Мне бы хотелось побегать вот эти точки пооткрывать, ну, чтобы открыть карту, а то она закрыта. Но сперва нам нужно на цель. Пойдем посмотрим, что здесь. Как заработать денег? Так, это у нас кузнец, да? Загрузите сюда, чтобы купить новое снаряжение. Так, Так, ремонт доспехи. Так, у нас с вами 711 денюшек. Так, наплечники Азапа. О, смотрите, а купить могу. Наплечники Азапа. Стоит 343. 403. здоровье плюс 1, сброня плюс 3. Отлично, покупаем. Получим новый предмет. Прекрасно. Что еще здесь есть? Оружие. Это я пока ничего открыть вообще не могу. Так, можно сразу отремонтировать. Сундуки. И сундуки. МИГ-240. Да, СС-12 ТВ, привет. И сундуки, это точно. У нас есть никакой гнилой кожи, никаких ржавых кольчуг. А, ну смотрите, сразу же наплечники появились на мне. Так, несовершенствование доспехов позволяет сберечь здоровье. С каждым ударом доспехов наносит ущерб, ремонтирует их в лавках, в кузнецах. Так, ну это понятно. Так, я так понимаю, нам нужно вернуться в башню, но возвращаться я сейчас не буду. Мы сейчас пойдем по точкам. Так, друзья, да, вот Исус, я так понимаю, нужно с ним поговорить, но пока мы отойдем от этих дел сюжетных, пойдем, разъедуем точки. Друзья, маленько прервемся. Кто смотрит записи на YouTube, извиняюсь, к сожалению, да, игрушка вылетает. Ну не только на Windows 10, также на Windows 8, 8.1, там есть какой-то прикол с Uplay. Постараюсь объединить видеозапись, прошлой записью, потому что там было маленечко, здесь маленечко, надеюсь, получится. Саренька, всем спасибо. Ставьте лайки, дизлайки, кому как вступать, группу вам ждет, не забывайте, на следующей серии с вами увидимся. Увидимся, с вами был Андрей, до встречи.